Мой выбор подчеркивает крайне трепетное отношение к моему этому стихотворению. Я бы еще добавила к лекции Терриану, к основному, что для меня, как и для многих, Симонов — это поэт, который отражает вот эту интимную психологию отношений во время Великой Отечественной войны. Вот ту струну личных отношений, которая за многим, да, вот этим эпическим, широким эпичным контекстом была столь важна для людей, потому что люди, это были люди, которые уходили из семейного фронта, это были люди, которые ждали, что из детства дома и так далее. Но эта струна, натянутая струна, она всегда есть в Леритисе Симоново. Поэтому и стихотворение заклинание. Там многие стихотворения, и вот я сейчас озвучу стихотворение, которое, ну, вот, однозначно посвящено вот этой вот тонкой струне личных отношений, психологических отношений. Это первый момент. Оно создает как бы из двух частей, как и вся жизнь советских людей того периода, до войны и после войны. То есть война, она взломила жизнь людей на две части. И на уровне личных отношений. И вот тут так интересно, вот эта тонкая струна психологии, интимные их отношения, она становится феноменом проявления вот этой общей картины существования этих отношений во всей стране. Вот я хочу, чтобы вы обратили на это внимание. Это на этот такой интересный момент до и после. И как меняется психология людей на уровне личных отношений, как она вот тонко-тонко, вот непонятно почему, но всем понятно почему. И так оно без названия, это стихотворение 1941 года. Очень такого вот проникновенного, такого вот интимного пафоса. Интимного, да. Да, очень. До интимности. Действительно, сейчас вы поймете, о чем я говорю. Тем оно как-то так по коже цепляет. Вот если бы не война, это стихотворение бы была бы так. Ну, а поскольку она записалась... Она широкая психология. И оно именно вот ситуация универсума человеческих отношений между мужчиной и женщиной. Потому что ситуации бывают разные. Но в данном случае эта ситуация спроецирована именно на войну. Но это универсум личной жизни человека. В какой-то момент... Не согласна с тобой. Дай Бог, чтобы ни у кого не было таких ситуаций. Но вот этот момент, вот пограничная ситуация двух людей... На мой взгляд, это как раз то стихотворение самое личное, самое интимное. Но оно... Я думала, что эта ситуация была для многих. Ну, может. Мне так кажется. Пять вечеров. Да. Да. Это действительно какая-то архетипическая ситуация для уходящего нового человека, в котором основывается очень неразрешимых проблем, которые в любом этих больших читается. Да. Итак. Оно называется по первой строчке «Ты говорила мне люблю». Ты говорила мне люблю, но это по ночам, сквозь зубы. А утром горько я терплю, едва удерживали губы. Я верил по ночам губам, рукам лукавым и горячим, но я не верил по ночам твоим ночным словам зрячим. Я знал тебя, ты не лгала, ты полюбить меня хотела, ты только ночью лгать могла, когда душой управит тело. Но утром, в трезвый час, когда душа опять сильна, как прежде, ты хоть бы раз сказала «да», не ожидавшему в надежде. И вдруг война, отъезд, перрон, где обняться-то нет места, и дачный Клязьминский вагон, в котором ехать не до Бреста. Вдруг вечер, безнадежна ночь, на счастье, на тепло постели, как крик, ничем нельзя помочь. Вкус поцелуя нашли, чтоб с теми в темноте, в хмелю, не спутал с прежними словами, ты вдруг сказала мне «люблю», почти с похожею губами. Такой я раньше не видал тебя, да эти слов разлуки. Люблю, люблю, ночной вокзал, холодный от горячий. Вот здесь он шел, окопов три ряда, цепь волчьих ям с дубовую щетиной. Вот след, где он попятился, когда ему взорвали гусеницами. Но под рукою не было врача, и он привстал, от хромоты страдая, разбитое железо волоча, на рану не мог преподать. Вот здесь он, все ломая, как таран, кругами полз по собственному следу. И рука, обессилевшая от ран, убив пехоте в трудную победу. Уже к рассвету, в копоти, пыли, пришли еще дымящиеся танки. И сообща решили вглубь земли зарыть его железные останки. Он, словно не закапывал, просил. Еще сквозь сон он видел бой вчерашний. Он упирался, он, что было сил, еще грозил своей разбитой варши. Чтоб видно было далеко окрест, мы холм над ним насыпали могилу. Прибив свету фанерную на шельс, над полем боя памятник пассива. Когда бы монумент велели мне воздвигнуть всем погибшим здесь в пустыню, Я на гранитной тесаной стене поставил танк с глазницами пустыню. Я выкопал его бы, как он есть, в пророинах, в листах железа рваных, Невянущая воинская честь. Есть в этих шрамах, в обгорелых рамках. На постамент, забравшись высоко, пусть как свидетель подтвердит поправо. Да, нам далась победа, не в холм. Да, враг мы храним. Тем больше нашей славы. Словно смотришь в бинокль перевернутый, Все, что сзади осталось, уменьшено. На вокзале метелью подернута. Где-то плачет далекая женщина. Снежный ком, обращенный в горошину, и ее горе отсюда не виден. Как и всем нам, войной и непрошенным, нет, жестокое зрение выдает. Что-то очень большое и страшное, на штыках принесенное временем, Не дает нам увидеть чирашного, нашим гневным, сегодняшним зрением. Мы, пройдя через боль и страдания, Снова к прошлым взглядам приблизимся, Но на этом далеком свидании Добылась слепоты, не унизимся. Слишком много друзей не докличится, Повидавшая смерть поколения. И обратно не все выключится. Наши горе испытаны взгляды. Ты помнишь, Алеша, дороги с Маленьшиной, Как шли бесконечные злые дожди, Как крикни слила усталые женщины, Прижав, как детей, от дождя их груди. Как слезы они вытирали украдкой, Как в следном шептали «Господь вас спаси!» И снова себя называли солдатками, Как встать повелось на Великой Руси. Слезами измеренные, чаще, чем простыми, Шел тракт на приборках, скрываясь из глаз. Деревни, деревни, деревни с погостами, Как будто на них вся Россия сошлась, Как будто за каждой русской ополицей, Крестом своих рук ограждая живых. Всем миром сойдясь, наши прадеды молятся За в Бога неверящих внуков своих. Ты знаешь, наверное, все-таки Родина Не дом городской, где я празднично жил, А эти проселки, что делали Родину С простыми крестами их русских могил. Не знаю, как ты, но меня с деревенскую Дорожной доской от села до села С обдобной слезой и с лаской женской Впервые война на проселках свела. Ты помнишь, Алеша, изба под Борисовым, По мертвому плачущий девичий крик, Седая старуха в салончике писала, Весь в белом, как насмерть одетый старик. Ну что им сказать, чем утешить могли мы их? Но Боря поняв своим вадим чутьем. Ты помнишь, старуха сказала, родины, Покуда идите, мы вас подождем, мы. Мы вас подождем, говорили нам вложить. Мы вас подождем, говорили леса. Ты знаешь, Алеша, ночами мне кажется, Что следом за мной их идут голоса. По русским обучениям только пожарища, На русской земле раскидав позади. На наших глазах умирали товарищи, По-русски рыбаку воров на груди. Нас пули с тобою пока еще не будут, Но трижды поверив, что жизнь уже вся, Я все-таки горд был за самую милю, За горькую землю, где я родился. За то, что на ней умереть не завещан, Что узкая мать нас на свет родила, Что в горь провожая нас узкая женщина По-русски при разуме меня обнула. Нет больше води, нет неба, нет земли, Нет хлеба, нет ворота, все взяло. Земля. Он даже не успел в слезах, в пыли Припасть к не пересохшим в том солдатам. Чужое море билось за кормой, В чужое небо пену волн швыряет, Чужие люди ехали домой. Над духом это слово повторяю. Он знал язык, Его жалели вслух, За костыли и за потертый ранец, А он, к несчастью, Мегу глух, Бездомная собака, Иностранец. Он высадился в Лондоне, Семь дней искал он комнату, Еще, Ведь он искал чердак, Чтоб был бедней последний лондонский трущок. И, наконец, нашел. В нем потолки текли, На плитах пола промокали туфли. Он наночу стены поставил костыли, А не вдруг от сырости. Два раза в день спускался он в подвал, И, медленно, скрывая нетерпение, Ел черстый здешний хлеб И запивал Лоничьим пивом, Заткли. Он поначалу смотрел на каталог, И удивлялся, ничего не слыша. Где юнкерс, Где небо, черный хлоп, И слезы сквозь разобуденную крышу. На третий месяц здесь, на чердаке, Его нашел старик, Прибывшись с юга. Старик был в штатском платье, В котелке. Они едва могли узнать, как тут. Старик спешил. Он выложил на стол приказ и деньги. Это означало, что первая часть Отчаяния прошла. Пора домой, чтобы все начать сначала. Но он не может. Слышишь, не могу! Он показал на раненую ногу. Старик молчал. Ей-богу, я не лгу, Я должен отдохнуть еще немного. Старик молчал. Еще хоть месяц так. А там пускай опять штыки За стенки мавры. Старик с улыбкой Расстегнул пиджак И вынул из кармана ветку лавру. Три лавровых листка. Кто он такой, Чтоб забывать на родину дорогу? Он их смотрел на свет. Он гладил их рукой, Глубами осторожно трогал. Как он посмел забыть Три лавровых листка? Что может быть прочнее и проще? Не все еще потеряно пока. Там не завяли лавровые рощи. Он в полночь выехал, Как родина близка, Как долго пароход идет с туманью. Когда он был убит, Три лавровых листка Среди лавровых листка. Среди лавровых листка. И все до тех мил Пожарно щебред, Чем ко мне выбывали. Два слова они дали. А я по одним был счастлив, Когда к милу вы сказали. Я помню двух девочек. Странно сейчас вдруг вспомнить Бли снежных фигурт двух входа. Подъезд театрами на долгах погас. Вам не играть в зиму этого года. Я очень далека, Но, может, они вас в дальнем пути Без меня провожают. И с тем-то другим В эти же зимние дни Совсем как со мной У подъезды скучают. Я помню двух девочек. Может, живым я снова Пройдусь вдоль заснеженных улиц. И девочек встретив, Поверю по ним, Что в старый наш город Вы тоже вернулись. Боюсь, что мне незачем Станет вас ждать. Но будет все снежное, Та же погода. И девочки будут Стоять и стоять. Как вечные спутницы Ваши улыбки. Выпала, да? Честь, наверное, Или даже ужас Произнести вслух Это степотровение, Которое я никогда не могла произнести. Но мне казалось, Что я его всегда знала, Потому что, наверное, Для меня сегодня у нас Даже неждение. И начался вынуждение. А вот когда-то, В школьные годы, Когда я первый раз Мальчишку на лавете И увидела, И прочитала. Да? То есть это было Совершенно внутри. Вот такой этап. Потом было много Всякого вот там Страшного, Воверного произведения. Быкова и так далее. Но вот первый Такой этап приобщения. Когда ты действительно Вдруг изнутри ситуации. Когда ты можешь Глазами человека Только того, Который был внутри ситуации. И вот поэтому, Когда сегодня Катяна Росковна говорила О том, Что удивительно, Что на фоне Великих поэтов 20 века Именно Симонов Стал не только Стихотворением Ждения, А вообще он Главный поэт Войны. Да? Почему? Видимо, Все-таки, Да? Вот если упрощать Это с литературовечественной На общечеловеческую тему, Война сама по себе Такая сильная тема, Такая сильная ситуация, Что она сопротивляется Излишним поэтизмом. И Симонов, Оставаясь в границах Вот этой гармонической Стихотворной стихии, Он умудрился Ни одного лишнего, Неподобающего, Непричастного Ситуации Слово сказать. И поэтому здесь Это текст такой, Это такое речение, Которое может быть Произнесено, Ведь он великий прозаик, Не надо Применчать значение. И вот это действительно В этом прозаизме, Стихотворной войне, И есть их главная сила. В прозаизме, Обреченном в поэтическую форму, И сказанном силой Той ситуации, Которая говорит сама. Поэтому баллады, Да? Вот там, где любовная, Там баллада, Потому что сама ситуация, И эта возможность Развернуться. Но я все-таки вернусь. Ну и потом, Ксюша, Из Ташкента или Ашхабада Такие стихи Абсолютно. Чем ближе к такой Релятивистской современности. И вот сделать так, Чтобы сказать героически Пафосное слово, Так, чтобы оно ни у кого Не вызвало ощущение В передержке, В пересоленности, Это особое мнение. Мне кажется, Вот это стихотворение, Это образец того, Как можно говорить О самом страшном, И самом героическом, И самом трепетном, И не пересолите. Майор привез мальчишку На Лафете. Погибла мать, Сын не простился с ним. За десять лет На том и этом свете Ему зачтутся Эти десять лет. Его везли из крепости, Из Бреста. Был искарапан пулями Лафет. Отцу казалось, Что надежнее место Отныне вылететь за ребенка Нет. Отец был ранен, И разбито пушка, Привязанный к щиту, Чтоб не упал, Прижав к груди Заснувшую грудь.